всем привет очередная панорамная камера с алиэкспресс магазин эискам прислал вот такую вот новинку на видеообзор модель все моменты прописаны тут питание 12 вольт 1 ампер приложение айпи си 360 хом есть точно такая камера на про на просторах алиэкспресс в продаже в магазине ambiax с приложением айсиси x и май это в таком же самом корпусе только с другой прошивкой под приложение айпи си 360 хом показывал я вам уже камеры с этим приложением камеры поворотные они с несколькими объективами до поворотные там три в одной с различными вариантами слежения за объектом там переключение картинки с разных личных камер и вот камера панорамная с этим же приложением разметочный шаблон наверное до маунт блок питания из неплохих которые в черном корпусе вот 12 вольт типа 2 ампера на самом деле полтора амперный крепление муфта на rj-45 в общем-то и и все больше ничего нету данный корпус мне больше нравится чем камера из предыдущего видео также панорамную камеру я обозревал переходите по ссылке если не оставил ссылку просите в комментариях обязательно читали читаю все комментарии и стараюсь отвечать на все комментарии вот такой вот вариант меньше размером она она аккуратней она как-то будет более качественной выглядит та камера боль больше размером была прошлая камера кстати панорамная с приложением айси си икс и май также смотрите по ней видео заглушка резиновая что за заглушка потом под ковернем посмотрим все по стандарту динамик микрофон две матрицы установлены с них сходятся шлейфы на модуль с процессором и процессор обрабатывает все эти моменты склеивает панорамную картинку делает заявлено без бесшовный бесшовная картинка по прошлой камере показывал я вам видео обзор и там видно если присматриваться видно шов но опять же если сильно хорошо присматриваться посмотрим как реализовано в камере с прошивкой под ipc 360 home также и к светодиоды ночной подсветки лет светодиоды ночной подсветки три режима камера имеет может черно-белом в цветном с белый милый цветодиодами просто с инфракрасными вай фай по кабелю работа 12 вольтовый разъем кронштейн но обычный кронштейн поджимной который как типа джойстика гайкой подтягивается любой угол можете устанавливать на камеру затягивать все пластик но пластик проверенный временем добротные работает это все без проблем qr-код надо бав для добавления камеры в приложение на наклейки заглушки скорее всего до силиконовые заглушки здесь именно и заклеен один из винтов опломбой можно разбирать камеру понятно получается что да откручиваем 4 винта и вот это вот передняя часть вот видно здесь вынимается вперед с полностью с внутрянкой там все по модуль на как обычно все на разъемах по модуль на открываем отключаем разъемы снимаем модули которые нужно мощная такая силиконовая заглушка ого-го под которой видим там модуль с со слотом под карту памяти и с кнопкой сброса к заводским установкам если что кнопку зажимаем удерживаем 10 секунд при включенной камере камера перезагружается и сбрасывается к заводским настройкам и перезагружается карты памяти живет камера по стандарту до 128 гигабайт можете ставить карту памяти ну вот минимально 32 чем больше объем карты памяти тем больше видео сохранится за большее количество дней но смотря как вы еще будете ставить запись или по движению или же постоянную стандартное подключение камеры разъем питания блок питания ее в розетку 220 подключаю будем подключать по кабелю имеется красный светит здесь видно а вот отсюда его видно лучше информационный светодиод говорящий о статусе камеры там или подключение или подключена все вот эти моменты устанавливаем приложение айписи 360 home если установлена то открываем его щелкают два фильтра и к фильтра слышно день ночь зеленым перешел светодиод открываю приложение там нужно пройти регистрацию если вы не прошли почта на почту придет код все просто и камеры камеры которые у вас есть будут у вас в списке устройств в вашем если в сети будут они в сети вы зашли открыли если же новая камера жмем плюс как обычно отвечаем на вопросы и сканируем qr-код с наклейки на камере очень быстро забирает приложение qr-код мой свет камеры вспыхивает красным ну хотя мой горит зеленым давайте нажмем наверно кнопку сброса вся инструкция в общем то прописано зажимаю кнопку сброса и удерживаю больше 10 секунд или до гудка вот и именно видно что начинает мигать красным светодиод в общем то так как по инструкции и прописано вот он здесь мигает красным и произвожу я дальнейшее действие уже в приложении мой свет камеры вспыхивает красным и жму далее подключиться к сети подключение идет по вайфай желательно этот процесс производить рядом с роутером с вайфай роутером которому вы подключаете камеру именно процесс подключения чтоб сигнал был вайфая самым мощным пароль вайфая вводите доступа к вайфаю и пошло подключение устройство подключается процесс показан сказала камера ради только что женский голос не успел я включить камеру и процесс продолжается в общем то в несколько кликов подключение это вполне таки нормально и здесь у нас зеленый светодиод мигающим таким медленным миганием говорит о том что камера в сети все готово подключаем что вы там хотите прописывайте местоположение камеры будет она у вас так и именоваться и камера у нас вот уже картинка с камеры сразу со звуком и что я вижу сразу вижу широченную картинку надо выносить камеру на улицу потому что но со стола она увидит она все видит и туда видит кстати здесь вот еще варианты просмотра перетаскивать чтобы настроить вот еще что вот она чё вот так можно просматривать двойной экран масштабирование пальца вот еще нам что рассказывается что можно еще зумировать и открывать в таком вот положении полностью панорамную картинку или же приближать в объект который нужен слияние вот так это получается одна из камер вот это а это получается камера вот это то есть различные варианты варианты просмотра так выношу камеру на улицу чувствительность сигнал тревоги из динамика можно ставить при появлении того или иного объекта перед камерой и сигнальная камера свет не горит при обнаружении движения также наверное ночной вариант когда человек проходит мимо или автомобиль или все подряд что движется и камера включает белые LED светодиоды понятное приложение понятная менюшка здесь вообще без всяких вопросов настройка видео вращение именно 180 по часовой видео или отзеркалить ночное видение черно-белые режимы цветные режимы все здесь можно переключать настраивать звук также можно регулировать громкость динамика камера микрофона включать выключать все это можно карта памяти также вся информация по ней здесь и тут режим хранения записей какой что вам нужно хранить непрерывное или хранение событий именно по тревоге выбираете сохраняется и устанавливается и качество видео которое хотите сохранять на карте памяти высокое разрешение меньше места будет то есть больше места заниматься на карте памяти при низком разрешении больше больше видео будут сохраняться количество роликов но качество будет не то совсем там детализация будет хуже качество видео хуже поэтому full hd наверное нужно ставить и не экономить по остальным моментам также облака активируйте как я вам сказал получаете кое-какие возможности новые обновления прошивки прошивка последняя здесь стоит поделиться устройством перезагрузить удалить устройство кому-то если отдаете или дарите удаляете из аккаунта устройства и порядок в общем то все приложение вполне таки достойная здесь у нас сказать громкость регулировка динамика нажать и говорим в динамик слышно в динамике и к свет кстати включать выключать можно и к светодиоды в этих камерах приложение именно ipc 360 home то есть ночью можно отключать и к светодиоды многих это интересует в этих камерах можно управление сиреной управление тремя ночными режимами расколоть режим видеорегистратора несколько камер будет у вас активные в аккаунте будут они у вас здесь очень удобно это и звук звук кстати обычный звук улицы булькающий такой звук scan с камеры ну как с камеры видеонаблюдения с микрофона камеры видеонаблюдения обычные ничего необычного нету видео записать на папку смартфона в папку приложения и потом в папку смартфона переместить это все можно давайте посмотрим какая запись будет писаться то есть влияет ли вот это вот на запись наши настройки просмотра одну я думаю что не влияет это именно пишется полностью панорама вся а потом при следующем просмотре просто эта возможность приложения вот это зумирование протаскивание различных моментов захватить имеется ввиду картинка сохранено в альбоме и полноэкранный режим все понятно в общем то прямой эфир воспроизведение с карты памяти облачное воспроизведение также понятно облака будет активно можете нажать и воспроизвести с облака сейчас вот воспроизведение с карты памяти по протаскиваем и смотрим по моментам по тревожным записям ну и меняем ракурс машина вот ехала и запись запись прошла две камеры смотришь как захочешь или же просматриваешь вот так это все в записи ночная картинка с камеры только вот сам открыл но без проблемная нет никаких проблем сразу видно чистая картинка без размытий без размыли в ней все отлично целый день приходили уведомления по движению так как я облака не активировал то функция распознавания предметов людей животных и автомобилей не активно можете активировать акте активируется это все и чисто будут вам приходить уведомления по тому или иному объекту человек автомобиль животное давайте вот так посмотрим ну вот видите чистая картинка отличная по разрешению есть вариант 4 плюс 4 заявляет продавец 8 мегапиксельная камера 4 мегапикселя одна матрица 4 мегапикселя другая по икс и маевским таким камерам на анбиаксия есть три плюс три и 4 плюс 4 тут еще есть вариант 2 плюс 2 2 матрицы по 2 мегапикселя кстати вроде бы и заявлено что 4 плюс 4 но запись почему-то сохраняется full hd точно не скажу почему так это происходит не имею понятия ну вот так можно рассматривать но тут уже ночной ночная картинка потеря качества при зумировании очень большая будет так если общий план то движущиеся предметы даже и не расплываются кстати вот отличный еще вариант просмотра картинки если хочешь в таком вот ракурсе то можно продвигать и просматривать картинку таким вот образом ну или же панорама полная же нестабильная вот один момент что хитрость проявляют он плати за облако и тогда вот дополнительные функции активируешь но сейчас облака в общем-то недорого стоит какой плюс облака то что твоя запись будет храниться удаленно даже если украдут камеру запись на карте памяти понятно что с картой памяти уйдет у тебя будет запись на облаке которую ты сможешь просмотреть несколько дней там хранится все плата зависит напрямую от количества дней хранения что ты выберешь ну и напрямую зависит от ту запись которую ты выберешь или по стоянку или по движению то есть активировал облака плюс дополнительные функции плюс хранилище у тебя удаленная какой еще плюс этого приложения но вот больше вариантов просмотра то есть ты можешь две камеры открыть одновременно и просматривать и ту и ту если тебе не нужно панорамная таком вот ракурсе не сильно а кстати тут вот можно переключать еще и камеры а и продвигать то есть много вариантов можно увидеть все это кстати по ночным режимом забыл я черно-белый стоит черно-белый красочный или умный давайте красочный клик ним посмотрим по идее две камеры должно одновременно перейти в цвет да и задействовать лет светодиоды так и есть две камеры в цвете и лет светодиоды светят видно или дым или туман проскакивает такая вот пелена и так если посмотреть вот можно посмотреть вот так 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 или же протаскиванием картинки отлично также белые лет светодиоды и неплохой луч от них исходит то есть как подсветка ночная если вам нужно в две стороны камера светит получается такой широкоугольный прожектор ну и территорию также вам будет освещать понятно что это с небольшой высоты но все же опять вызываем умный режим ставим smart сигнал включается когда устройство обнаруживает движение вы хотите выключатель что это имеется ввиду имеется ввиду сохранить все теперь по движению по движению будет запускаться ночной режим умный с включением светодиодов и плюс цветная картинка какое-то время там задержки минута наверное опять переход до движения в черно-белый то есть по стандарту все нужно оно или нет это уже решать вам можно просто его выключить поставить черно-белый и камера будет как обычная камера видеонаблюдения без всяких приколов работать картинка хорошая шумы видны конечно в тех местах где освещенность плохая но я вам скажу что картинка начиная на достойном уровне в общем-то как дневная детализация хорошая цвета все все соответствует реальности на сегодня в общем то все все что хотел вам показать сам посмотрел как эта камера работает на устройстве ну и и вам показал поделился с вами оставляйте свои комментарии по этому поводу кому камера такая нужна это кто хочет с небольшой высоты получить широкий захват вот одна камера у вас захватит как две по сути от так и есть камень 2 камеры в одном устройстве смотрящие по две стороны всем удачи до следующих видео